итак друзья всем привет добро пожаловать на прямой эфир программы torres life сегодня у нас в гостях александр соркин известный веселый прежде всего ресторатор москвы присоединяйтесь давайте вместе пока мы будем ждать нашего гостя мы поделимся нашим прямым эфиром спасибо огромное всем тем кто был у нас прошлый раз на горячее зажигательной беседе с ежом ёжик ты если здесь то тоже давай под конекчивайся одну секунду сейчас так вижу сашу секунду александр одну секундочку сейчас мы сейчас мы всех добавим и начнем начнем наш эфир так вроде бы есть поехали добавляем добавляем саша сейчас в эфире так где-то здесь вот сейчас прям должен быть в саша привет 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 правильно наверное будет сегодня сказать шалом-шалом как ты любишь говорить шаббат шалом не обязательно не обязательно да не ну а мне нравится мне нравится вообще эта идея в принципе вот пятницу я уже рассказал сегодня анекдот на тему коронавируса посмотрите да зайдите кстати к саше хороший он циничный но людям понравился как обычно заходите саша буквально одну минуту мы сейчас шарим наш да я этим занимаюсь первые жизни поэтому как скажешь я второй раз жизни у меня опыт немножко есть мы сейчас делимся прямым эфиром с других аккаунтов просто вот так что прям одну секунду и мы начнем буквально пару человек у нас уже 76 зрителей отлично давайте ребята подождем пока у нас будет сто восемьдесят один уже неплохо и начнем мне надо что-то говорить в это время или просто делать многозначительное лицо пока пока сделать озадаченное лицо пока делать озадаченное лицо я кстати для меня это тоже новое но я уже смотрю там смотрел много прямых эфиров сейчас это очень популярный формат все вот так вот сидят кто лежит я что не беседовал с каким-то канадским блогером он меня нашел я не знаю там в ютюбе у него там сто тысяч там человек вот и в общем у меня там канадцы заваливали вопросами у них у них там непонятные ситуации как бы не хотят лечить не хотят лечить ну там молодец сегодня поговорим там там нет там немножко другая специфика у них пока ты не подыхаешь как бы тебя не начинают лечить в отличие от но как в америке тоже то есть они поэтому были так очень заинтересованы ты там если не застрахован то как там говорят сдохнуть тебе там не дадут но но они говорят нам лучше сдохнуть чем потом расхлебываться с долгами потому что у них там по моему день в больнице это это от тысячи долларов от тысячи я думаю побольше да то есть это это круче чем любой супер супер навороченный там семизвездочный отель поэтому очень часто ребят забирают в скорую они просто если нормально более-менее себя чувствует скоро их забирает они просто мне рассказывали они просто убегают из больницы потому что они не смогут рассчитать по порядку у нас есть какая-то программа у меня там андрей какие-то вопросы да 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 но мы сейчас мы просто ждем ежика нет я кстати где ежик где ежик ты видишь кстати комментарии все сейчас там у тебя все есть да на экране комментарии у меня тут такая проблема дело в том что я не очень хорошо уже с его возраста я так бегло мне нужны очки а очки я не хочу одевать потому что буду очень стареньким поэтому я вижу но я не могу не успеваю вчитываться ладно за сажда все сто четыре зрителя да сто четыре зрителя мы походу будем читать комментарии боря биткоин дядя саша приветствую с выздоровлением нормально выглядите вот ну супер привет из саратова пока всем добрый вечер всем привет я вижу вижу ну ладно да напомню что сегодня у нас в гостях известный ресторатор александр соркин а саша сколько у тебя как сказал аркадий анатольевич сказал последним интервью бывший ресторатор сейчас надо ставить надо ставить такой прилагательной бывший ко всем названием бизнеса ну давай не будем терять оптимизма все-таки ресторатор но не бывает рестораторов бывших я сегодня кстати тоже смотрел интервью там эту тему обсуждали последние три дня я больше медицинский блогер стал мне гораздо гораздо популярны но у тебя опыт даже не я даже не знал что так может произойти но моя популярность как ресторатора несравнимы с тем как стал популярным переболев коронавирусом вот оказывается надо было просто заболеть чтобы добиться популярности я не знал что так легко но к счастью что тебя все обошло и все минуло это на самом деле совсем не так насчет всего обошло дело то что никто не знает какие осложнения какие последствия последствия да то что они есть я это чувствую потому что я себя здоровым не чувствую вообще к сожалению но мы сейчас не будем о грустном я должен мы же должны позитивно да саш но все-таки пара вопросов зрителям тоже все-таки интересно давай значит переболел коронавирусом и сейчас вот с улыбающимся лицом сиди здесь нами в эфире вот но перед тем кстати как я мы вообще начнем нашу тему я зашел те на страницу и вообще всегда очень часто вижу ты много играешь даешь концертов откуда такие умения владения вообще инструментом фортепиано нет я не даю концерт у меня есть рубрика да да и с разных частей мира с израиля я видел там но я где нахожусь сама игра обычно это в среду происходит но так довелось пятницу я рассказываю анекдот среду играю но я бывший музыкант вообще как бы все оттуда меня когда-то выгнали из школы имени дунаевского за плохое поведение еще в детстве музыкальный я такой не да по фортепиано я такой недоучившийся музыкант вот а потом я играл в различных рок-группах иногда достаточно известных но это все было такая индепендент инди музыка такая но это совсем восьмидесятые годы вот это все далеко позади спекуляция победила в свое время там начале 90 вот и но вот осталось это любовь к музицированию особенно в нетрезвом состоянии я вот очень люблю я просто обратил на беглость левой руки это не недоучившийся как бы музыкант поэтому понимаешь когда когда играешь неважно даже хорошо или плохо когда это продолжается больше 40 лет то худо у меня в моем случае даже больше 45 лет уже даже обезьянам научиться играть на протеканах вопрос только времени ясно ну хорошо друзья спасибо за просмотр и повторяю что вы можете поделиться эфиром со своими знакомыми с друзьями делайте это помогать и набирать нам критическую массу людей как самочувствие саша после 17 дневного пребывания в инфекционной специализированной больнице я посмотрел смотрите как бы конечно бывало и получше самочувствие то есть принципе я вообще до последнего месяца особо не болел в этой жизни ну после детства скажем так никогда не лежал в больнице вот я там говорил уже в интервью что я в больнице лежал последний раз в 16 лет когда от комата клали да это было как веселое путешествие в той больнице я бы с удовольствием полежал я хоть каждый год бы лежал так как в боткинске я помню мы там что только мы там не творили в этой больнице вот 16 лет но это было совсем другое а здесь конечно такая трагичная ситуация болел я тяжело и как бы у меня такая пневмония в результате коронавируса развилась причем развилась она мгновенно и это было такое противоестественное состояние для меня организма в общем вспоминать об этом честно говоря даже не очень хочется вот но но надо потому что потому что очень не так много людей которые этим переболели просто никто об этом не рассказывает то есть я еще многие люди не рассказывают вот вчера кстати стас михайлов выступал я должен был участвовать в этом эфире но там такое количество звезд у нас уже заболела они меня держали на холде но потом в итоге позвонили сказали александр мы не успеваем потому что нас там и бабкин и сас михайлов ну куда вас там в общем перенесли на другой день и вот если честно стас михайлов сказал почти дословно то что хотел сказать я потому что у нас история как под копирку с ним мы попали туда после катета у нас не было каких-то таких синдром то есть они не задыхался у меня не было вот этих симптомов описанных там вот эти потери вкуса обоняния вот ничего такого не просто была температура не очень большая но для меня это не свойственно потому что там я говорил уже что единственное заболевание которое у меня бывало это похмелье по субботам вот это такое регулярное хроническое такое мое заболевание больше в общем у меня никогда такого не было когда у меня четыре или пять дней держалась температура я понял что что-то произошло неладное и слава богу марк аркадьевич курсов посодействовал сделать кт это компьютерная томография и когда я сделал там была такая картинка что меня тут же вызвали скорую помощь и положили в эту больницу вот так все и произошло и там начали лечить от пневмонии не дожидаясь результатов этих тестов потому что врачам тесты на коронавирус в принципе не нужны потому что есть вирусная пневмония они по ним неважно это коронавирус птичий грипп сарс там может быть миллион возбудителей вот сейчас идет корона вот а лечение оно ну то есть лечит пневмонии потому что люди умирают от пневмонии люди попадают в тяжелое состояние именно от пневмонии а сама коронавирус как я вот сказал тоже по телевизору это способ доставки вот этой гадости в ваши легкие это как транс вот ну вот она хорошо очень доехала а где она взялась саша есть вообще понимание вот я знаю там понимание конечно есть это куршавель куршавель 22 февраля ну тут много говорят гадостей про тех кто съездил куршавель объясню в чем дело но действительно те люди которые полетели туда там на 8 марта 6 7 они может быть немножко безответственно себя вели потому что к тому кстати у меня многие мои друзья там лёша гарбер они не полетели хотя собирались потому что уже а ты раньше сильно прям раньше я 22 февраля полетел когда даже ничего не было конечно с детьми там женой такой чисто семейная эта история для у детей каникулы две недели прилетели там абсолютно даже не было намека на какую-то ситуацию более того я скажу первый случай зафиксированный в куршавели коронавируса произошел 11 марта когда все русские уже оттуда свалили вот если там уже никого нет ну каникулы закончили ну кто-то оставался конечно но в основной массы уже свалил вот и значит те люди которые уехали из курша до 28 февраля а такие были потому что каникулы детские по в разных школах по разному да и те люди которые уехали раньше они в общем не поймали вот а в основном заражение произошло в первую декаду в первую декаду марта у всех как я понимаю потому что у меня порядка 50 60 моих хороших знакомых которых я знаю лично поймали эту историю а дальше все идет в принципе как по официальной статистике то есть из них 80 процентов даже почти не заметили что они переболели у них уже сейчас антитела то есть они либо у них там пару дней была температура у кого-то был легкий бронхитик это такие либо легкий антибиотик либо даже просто морбидол там процетамол лимончик имбирчик вот то что пишет вот и значит как бы и с ними все нормально вот примерно 20 процентов все как говорят по официальной статистике попали в больницы и это средне тяжелая форма значит из них человек 12 вот из знакомых 20 про 60 да значит из них в реанимации было трое моих знакомых хороших я не буду называть имена ты их тоже знаешь нет причем они молодые значит вот это вот до легенды особенно в москве средний возраст значительно ниже чем в странах там типа и италии великобритании почему не знаю думаю что связано с образом жизни потому что у нас пожилые люди в принципе мало выходит из дома даже без режима самоизоляции то есть им некуда особо ходить и незачем вот поэтому шансов заразиться у них гораздо меньше а молодежь у нас тусовочные естественно как везде и она вот в основном и и вот в курсавеле прям все вот как-то так получилось что все близко я так понимаю да почему так не но но там же одни и те же места ты же был в курсавеле там это капкорн это там богатырь то есть это понятно манжуа это понятные места естественно люди там гуляют танцуют на столах бухают и все остальное вот и не заболеть там действительно очень трудно поэтому ну когда мы вернулись девятого числа никто знать не знал что естественно никаких симптомов еще не было вот и более я походу буду задавать здесь люди спрашивают сразу же а разве бывает не в мане без кашля например вот бывает но он минимальный как я вот сейчас вот иногда покашляю даже больше чем тогда когда меня клали вот кашель вот так вот кашлянул разок то есть назвать это кашля практически нельзя и какая температура была вот людей температура у меня не поднималась выше тридцати восьми ни разу вот но просто я поймал эту пневмонию благодаря на раннем на раннем на раннем этапе вот если бы я полежал дома еще дня четыре может у меня было бы и 40 и уже и кашель и дыхание и потерял просто меня вовремя схватился да как бы ну я вообще как бы мнительный и тревожный пассажир вот и естественно я повлекал сделать коты они мне сказали ну выбирай либо сразу по скорой либо значит это самое мы тебя и откат пиши отказ и мы тебя отправим домой я бы выбрал сразу скорую и меня отвезли вот в эту воденцовскую больницу чему я очень рад и попал очень хорошо и тогда еще было мало народу там мы все небезызвестный тебе миша венгеров тоже весь наш куршавельский так сказать десант почти полном составе в одни и те же дни заезжал в основном на коммунарку на воденцово мало попало меня там было четыре пять моих знакомых вот один был парень тяжелый не хочу называть фамилию вот он лежал в реанимации его уже всех выписали могу сказать что вот мы все проскочили в итоге вот но как проскочили то есть у всех осложнения мы все долечиваемся и в общем здоровыми себя я не чувствую и и конечно сравнить это с тем какой был месяц назад я не могу потому что и хожу так не очень и дышу и но в общем еще долгий еще долгий путь пока непонятно саша вы уже возвращались все с куршавеля там не было никакой температуры нормально сюда при нет нет первые симптомы появились только 13 марта у нас не было не абсолютно мы цветущие загорелые приехали 9 10 и ни о каком даже честно говоря карантине и режиме самоизоляции я в общем-то старался соблюдать а при въезде в страну говорили но самоизоляция сидите дома мы влетели бортом влетели бортом нам никто не сказал ни одного слова никаких медиков не было во внукова 3 более того в шереметьево тоже из рейса в женеву никогда никто никого не осматривал были выборчатые рейсы в основном из милана то есть из италии вот там жестко было да они даже как будто бумаги подписывал я знаю может что касается рейсов из франции из швейцарии а в основном из куршавеля возвращаются через женеву как ты знаешь сновой поток вот никто ничего никаких бумаг не подписывал то есть это все были да заявление мэра были в основном речь о самоизоляции обязательная она зашла уже где-то в районе 12 марта я помню очень хорошо хронологию потому что потом лёшу в больнице все это прокручиваешь голове много раз вот и ну вот 13 14 уже началось осознание того что мы приехали вот и попали ясно еще задавали вопрос платное ли лечение для все было бесплатно но государственная больница все было бесплатно но мы конечно оказывали всевозможную спонсорскую помощь в основном официально там миша например вообще купил там и кровати и очень много мы респираторов купили и я там устроил питание в больницу для врачей дополнительно особенно на паспорт когда мужа просто понимать понимаешь когда мы только легли честно говоря вообще ситуация была мы спокойно лежали вольготно каждой палате на три человека и не никого не было не было никакого ажиотажа коммунарка потихонечку заполнялась а в воденцово вообще то есть было там не за 12 больных нас очень тщательно лечили врачи приходили по два по три раза в день зав отделение глафт его все там потом приезжал губернатор какой-то телеканал то есть нас снимали то есть это все было там достаточно гламурно там простые люди были с вами наряду вот простые обычные люди которых привозят конечно это областная больница она абсолютно беспонтовая нас просто нас просто везли по скорой вот более того я говорю да отвезите меня в коммунарку у меня вроде все друзья были в коммунарке а скоро нет мы в коммунарку не можем мы мы потому что меня забрали из лапина после коты я позвонил своим крутым друзьям из медицинского мира они сказали санек езжай в воденцово отличная больница там хорошие врачи какая-то разница в какой цвет покрашены стены там ну дизайн там такой совковый естественно но этой честно говоря это не имеет это не имеет никакого значения в тот момент когда тебе говорят что у тебя тяжелая пневмония поверьте вот это все форма кровать но уже поскорее да абсолютно абсолютно я даже не обращал внимание особенно мне нравились вопросы а что ты делаешь фильмы посмотреть какие блять фильмы я не посмотрел и не прочитал за 17 дней ни одной строчки поверьте мне ничего не надо но телефон только был социальные сети да но не хочется и все хочется только чтобы вкололи снотворные и забыть о том что происходит потому что несколько нового состояние такой пренеприятнейшим понятненько так ну давайте с коронавирусом я уже так понимаю что он уже тебе вот здесь вот сидит я на самом деле не говорю что какая-то миссия но я могу лучше расскажу людям которые ну во первых очень много людей которые считают что вообще не существует я таким я вот это я был таким кстати человеком пока я тоже я я тоже таким был человеком где-то до 10 я думал это всемирный заговор какой-то там что-то планируется это это все это все значит андреас андреас пишет я стал уже плохо кашлять вот андреас пишет после того как меня выписали но это как бы врач говорит что так и должно быть там выходит все я не я не конечно не вылечился потому что до меня выписали у меня нет острой стадии пневмонии но лечиться я буду еще два месяца также как и все кого выписали после пневмонии вот а режим реабилитации вообще до полугода так что говорит что все закончилось и это это полная ерунда никто не не описал никто не знает какие будут осложнения и очень пока ничего вот девушка написал почему не остался господи лапина потому что надо было освобождать места для острых больных которых стало поступать уже правда очень много да правда то есть вот последний третий больница переполнена я с врачом на связи мы с ним сильно подружились его потом он дает мне рекомендации по-домашнему не только мне а многим то есть там вообще вся связь осуществляется вот сапу это в принципе свойства то есть это не потому что мы какие-то блатные это свойства инфекционной больницы потому что ты ему врач не может тебе приходить это же надо одевать защиту это шлюз но к тебе заходят люди в скафандрах чтобы ты понимал то есть когда мы заехали когда мы пока им не купили еще эти респираторы они были просто натуральных противогазов поэтому когда катетер или ввести в вену сделать укол то есть у нас руки были синие через три дня потому что они действительно у них они ничего не видят они колят тебя наугад и ну в общем это ужас оснащен офигеть оставляет желать лучше сейчас стало лучше на что очень много помогает людей там бизнесменов просто просто свои бабки покупают респираторы прежде всего потому что они хотя бы в очках и в респираторах они хотя бы работоспособные сестры медсестры которые ставят капельницы они хотя бы те руки могут нормально проколоть и делать вот так что офигеть просто информация противогазов врачи и и и в лапина такая же ситуация то есть или у них там лапина не знаю лапина недавно стала лечить я думаю что в лапина конечно там дорого и там оснащенность совсем другая понятненько ясно хорошо спасибо за информацию и скажи пожалуйста вот ты ну когда услышал вообще про коронавирус там что избегаете все это была какая-то гигиена за мыл руки там все руки безусловно все мы либо я носил послушай мы все делали и не подходили но к сожалению механизм передачи этой заразы он гораздо сложнее чем то как описывают если ты будешь тщательно мыть руки и не подходить на полтора метра и никакой стопроцентной гарантии что никакой стопроцентной гарантии что ты не заболеешь не существует это полная ерунда вот и более того у меня есть опыт я не могу сказать что соблюдал жесткий карантин после приезда объясню почему но во первых еще и бой его еще не ввели вот 9 10 числа его еще не было его ввели вот буквально уже там 13 14 стали уже там вводить какую-то ответственность выступал мэр и все такое вот мы например я ездил в машине со своим водителем который не заболел прошло уже почти месяц уже прошел точно совершенно не заболел а при этом вы к сожалению о чем мне было очень стыдно в общем я уложил в больницу одного двух человек слава богу они уже выписались переболели достаточно в легкой форме вот но так получилось у меня есть там смягчающие обстоятельства потому что я предупреждала что все таки мне надо посидеть дома я был куршавели мало ли но все честно говоря все говорят да ладно санек хороший аркадий антонич тот же когда я там пришел в маске в один ресторан сними немедленно ты чего-то людей распугаешь рестораны были полные никто но поверьте мне что 12 числа не хочу называть название там битком сидела на обед вот и ни о каком коронавирусе никто не вообще не помышлял все это случилось уже там ближе там через неделю скажем так вот и механизм передачи к чему это говорю он очень он очень не нестандартный то есть его может быть вот десять человек двое заразятся а восемь нет и неважно в метре они будут от тебя или в пяти метров и никто точно есть какие-то есть какие-то условные ну как они для себя приняли нормы это тоже самое что две недели карантин до чушь полная врачи говорят да никто не знает сколько инкубационный период он может быть и месяц а может и за два дня передастся но это взяли просто вот китайцы сделали протокол две недели на всякий случай надо было им какой-то срок они же не могут сказать они могли сказать два месяца могли сказать месяц но вот взяли две недели но это все очень условно и доверять этому на сто процентов совершенно неправильно ясно хорошо так ну с коронавирусом окей саш какие прогнозы я напомню друзья кто к нам подключился совершенно случайно сегодня у нас гостях александр соркин известный московский ресторатор самый веселый и позитивный на мой взгляд все еще будет все еще будет а вот саш какие сейчас настроения вообще с проектами с рестораном и все настроение давайте так я всю жизнь провел в цене аркадий анатольевич и данный момент не собираюсь ничего менять значит я рекомендую всем посмотреть его эфир эхо москвы по моему я забыл как называется передача но найдете в поисковике в любом он в общем то после его выступления очень трудно что-то добавить потому что я согласен практически с каждым его словом с тем что он там говорит поэтому основные прогнозы как говорят врачи пик пик у нас будет первая декада мая и последние там дни апреля вот после этого есть шанс что все начнет сходить на нет сходить будет тоже там может быть не один месяц поэтому при самом оптимистичном варианте при самом оптимистичном я думаю что если в середине июня мы начнем открываться это будет very good скажем так мне ира мне в локоть уже поздно кашлят потому что вируса во мне нет только из морально-этических соображений ага ясно то есть настроение твое настроение это где-то примерно середина июня мы начнем работать встретимся уже мы начнем да мы начнем работать только неизвестно вернутся ли люди в этом есть но у тебя же тоже очень много знакомых вот ну как ты думаешь вот люди которые там те же которые были в куршевеле они не падут в рестораны нет это очень трудно предсказать во первых настроение меняется вот и пойми вот настроение сейчас и настроение неделю назад принципиально разное вот неделю назад я думаю что 50 процентов людей считали что это полная херня весит коронавирус там одни считали что там жидомасонские заговоры другие там происки американской разведки третье что это там китайцы отравили там потом какая-то еще я слышал версию про какую-то вот мексиканском заливе какую-то изобрели бактерию которая пожирает нефть и вот она мутировала ну в общем миллион а вот но в общем было больше а некоторые говорят что это там все всех пронумеруют вакцинация потом билл гейтс значит снизить давление на почву надо убить чтобы золотой миллиард и все ну это мы все видели на ютубе иначе делать было нечего мы все это изучали тоже да 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 значит понятно сейчас в принципе я настроение вижу немножко поменялось потому что чем больше людей заболевает тем больше людей понимает что это не просто какие-то легенды а когда заболевает их приятель брат сват они начинают понимать что все реально поскольку у меня сразу заболело 40 50 человек знакомых близких вот которых я хорошо знаю с которыми на связи в телефоне в чате вот естественно мне не нужно было там каких-то доказательств того что это существует вот а многим людям нужны и вот через месяц этих доказательств у них будет в разы больше чем сейчас и как они поведут эти те кто сейчас смельчаки и говорят что сейчас я поем имбиря тресну водки и я никогда не заболею типа мы русские с нами бог это все отлично но как только у них появятся симптомы как только у них появятся симптомы это настроение очень быстро проходит по весь минуты вот так если кладут под капельницы героизм отступает и начинается паника вот и ты начинаешь думать выживешь ты или нет и тогда совершенно меняется настроение точно так же и с потребительским настроением те кто то есть чем больше это будет распространяться тем больше будет меняться поведение в дальнейшем поэтому прогнозировать что-то глупо но вы с аркадем анатольевичем просто на эту тему общение общались еще да нет мы постоянно мы постоянно общаемся на этой теме но какие-то мы какие-то мысли там или ты сейчас не готова озвучить я думаю что до 50 процентов ресторанов прекратят свое существование мы много смотрели интервью к сожалению очень очень короткое интервью и пол интервью там заняли вопросы которые к ресторанному бизнесу там отношения не имели в конце вопрос вот все таки ну если просто какие-то идеи например там вот как мы там съезжиком тоже обсуждали может быть это будет летние какие-то проекты там откроется там в первую очередь какие-то веранды там где вот разрешат там какие-то мысли вообще у нас и так есть веранды поэтому я не думаю что мы я не думаю что мы будем значит мы будем работать как работали просто будет какая схема те рестораны которые были сильно прибыльными значит твердо стояли на ногах они наверное продолжат свое существование вот и они как бы выживут те рестораны которые как называется около нуля вот они скорее всего загнутся потому что никто их не будет субсидировать для правильно аркадий сказал для запуска ресторана нужны как бы дополнительные деньги ну конечно как открытие ресторана кредиторка поставщики даже те кто договориться ну вот орлов сегодня выступал по поводу аренды там скандал я смотрел орлова кстати да тоже мне просто было интересно ну а я думаю что вопрос с арендой как раз это путь переговоров он может быть и решится это дело в том что у меня помимо ресторанного бизнеса существует арендный бизнес я там управляю это не очень большие помещения но их там 4-5 я их сдаю в аренду сам у меня там порядка 14 арендаторов так это твои личные это твои твои личные ну не мои личные с партнером ну окей окей не важно это не отношение к ресторану да вот значит и поэтому аренды и бизнес я представляю хорошо вот у меня два арендатора остались потому что один это продуктовый магазин а второй это магазин детских принадлежностей которые по постановлению там правительства москвы они остаются работать как важный вот с ними договоренность какая мы там сократили аренду в два раза на 50 процентов и в общем плюс-минус пока они работают не знаю что будет дальше вот всем остальным я аренда даже счета счета мы не выставляем только коммунальные платежи то есть те кто хотят оставить за собой это помещение после кризиса они платят коммуналку а те кто значит просто хотят уйти ну значит уходят мы на их место будем искать новых вот пока никто не ушел еще мало времени прошло понимаешь один-то месяц все выдержат вот вторую уже будет сложнее а третье уже будет кранты поэтому неудачно так сложилось январь как обычно просепший месяц и аркадий тоже про это говорил что январь исторически нулевой если не минусовой ну нулевой скажем так в хороших проект вот февраль тоже не актив потому что он короткий маленький плюс там праздники 23 февраля уже народ уезжает каникул очень много школьных ну то есть и и пошел потом марта и все началось то есть у многих ресторанов минус начался еще до коронавируса так сказать вот и просто это все развивается саша но вот некоторые вот но люди обычно просто наши потребители которые многие кричат что вот но мы в ресторан не пойдем то есть у нас не будет денег вполне 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 возможно с этим согласен поэтому я и говорю что делать какие-то прогнозы я думаю что бизнес наш рухнул рухнул не на два месяца не на три не на шесть вот а иногда на года это связано будет не только с недоверием ресторану с боязнью заразиться а с тем что у людей просто эти два-три месяца вывод деньги то есть им просто реально не будут считать каждую копейку вот и в конце концов последние годы сильно элитных проектов у нас не было то есть они все были демократичные ну какие понятно что есть некоторые проекты там ресторан новиков в рискарлтон туда ходят люди у которых деньги будут и после коронавируса это ежу постояльцы гостиницы риц там ну понятно что это люди вот но это это в тот же наш с тобой любимый магадан понимаешь ходят очень разные люди туда приходит молодежь которая приносит тысячи рублей все у них этой тысячи рублей может не быть уже вот к нам как бы ходили и ходят разные люди я говорю разные где но понятно что есть среди то есть там было много небогатых людей там было много небогатых мы же это понимаем вот и они что с ними будет пока не понятно андреас пишет люди будут избегать публично я совершенно с ним полностью согласен да но саш честно я вот сегодня вышел на улицу в магазин и ситуация про на улице полным полно людей велосипеды дети самокаты и прям вот футбол какой-то я слышал я слышал об этом но я сейчас за городом нахожусь и поэтому я честно мне это хватило я никуда не выйду очень долго я вот это в центре как бы здесь и куча это на динаво на ходынке вот и я вот сегодня видел ситуацию я знаю но я кстати насколько я знаю сегодня будет усиление режима именно в связи с этим потому что очень они раздразнили власти вот сегодняшнее количество машин количество людей понимаешь солнышко пригрело и но народ не понимает потому что прогрессия геометрическая еще не началась но прирост очень серьезный где-то 25 чуть ли не 30 процентов каждый день то есть только это только официальная статистика которая может быть немножко причёсана как мы понимаем то есть сегодня 1786 человек а вчера было где-то около 1300 вот и смотрите сами это это очень большой прирост это значит завтра будет вас два с половиной две с половиной тысячи завтра когда проснемся утром прочитать ты увидишь цифру 2400 после завтра ты проснешься это плюс это плюс все понимаешь ты увидишь цифру 3000 потом ты проснешься увидишь цифру 4000 но это говорит о том что вот люди по-прежнему мы русские с нами бог и все окей то есть и нет это да это тема отдельного разговора я не знаю призывать понимаешь человек мудак то никакая агитация не поможет но это к сожалению это так я я к чему хотел вот эту всю ситуацию то что есть останется пласть людей которых это вообще никак не коснулось то есть но это большинство вопроса жена дети вот кто-то сейчас написал значит да скорее но жена беременная поэтому у них этот самый иммунитет и там антитела вот дети в легкой форме у сына вообще не не было тесты ничего не показали уже три раза делали у дочки было показали непонятно ложноположительные сейчас вы будут уже второй раз переделывать симптом они носятся как у горелой температуры у них нет веселый щебечет хохочет но очень ведут себя как все естественно плотно всегда были с тобой то есть поэтому нет ну а нет девятого я вообще их ближе чем 20 метров не видел и сейчас я тоже с них не близко то есть я изолирован полностью вот нет но ты когда приехал приехал из куршавеля ты ты их видишь это как бы ну да да в куршавеле естественно были мы катались они на лыжи ну естественно как дети вот но тьфу 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 вот не было то есть бессимптомная эта история ясненько так хорошо все-таки хотелось бы тему ресторана понятно что она со многих сторон обмусолина но обсуждается она с огромными с большими такими рестораторами там сегодня там я смотрел ком был кто-то кто еще заряков был тютенков и ссоев то есть на форбсе на том же на форбсе все это смотрел да понятно они там со своей стороны а сейчас я отвечу ну да вот то что вы спрашиваете беременные но вот марк аркадьевич курсер которого я очень хорошо знаю говорит что статистика малюсенькая по беременному и в китае и в италии то есть единичные случаи то есть есть это опять же все не праве они ничего еще не знают вот они не это все на уровне предположений но по чисто статистически но есть мнение что у них есть оба у беременных женщин в принципе иммунитет повышенный вот и в это самое как бы ну вот есть такая версия что они защищены но это опять же не сто процентов надеемся что да спасибо тебе перепел извините я вижу иногда вопросы все правильно мы у нас как бы эфир из этого и должен состоять мы должны отвечать на вопросы зрителей иначе они смотрят им интересно тоже будет поучаствовать задали вопрос обсуждалась ли такая тема как изменение ценовой политики в ресторанах после выхода из кризиса то есть что само собой разумеется что будет уменьшаться средний чек тут же это же рынок тут как чего его обсуждать если не будут брать по тем ценам которые были раньше то цены снизятся это ежу понятно другой вопрос что пока идет ведь цены же в ресторане зависит от закупочных цен а пока закупочные цены будут повышаться к сожалению на 15 на 20 процентов это уже очевидно об этом уже многие оптовые компании у нас же сейчас работает ли не не , несколько ресторанов мы делаем доставку веранда работает работает новиков работает клева в клево большая доставка работaden в системе работает сыроварня работает с антоном пинским ресторана вот тоже активно работает там 13 у медузы вот но спасательный как-то доставещи магадан да ну агитов которые на красном октябре на Как раз в октябре, да. Спасает ли их доставка хоть как-то? Ну, она, безусловно, не спасает, это понятно, но она хотя бы позволяет как-то людям, то есть вся прибыль от доставки идет на выплаты зарплатам персоналу. Вот, когда наше мудрое правительство сказало, что она сохраняет зарплату, не объяснив, кто ее будет платить, потому что, ну, рассчитывать на то, что хозяева заведения заплатят зарплату за, ну, за март понятно, что должны все заплатить. Что касается апреля, а тем более мая, ну, это, так сказать, может быть только жест доброй воли, но считать, что это обязательно так произойдет, это очень глупо просто и недальновидно. То есть было объявлено, как вот тот же, ты смотрел сегодня Орлова, да, он объявил, что, объяснил, что в Дубае правительство обязывает работодателя оплачивать, по крайней мере, квартиры хотя бы и питание. То есть здесь правительство это... Ну, в Дубае, вы знаете, что там практически вся рабочая сила наема, она приезжая, там же местные не работают. Поэтому там очень специфическая история. И просто там, если не оплачивать им квартиры, они все должны будут либо уехать обратно, то есть они просто разъедутся. Именно Дубай совершенно не характерен. Я могу рассказать пример Майами и Лондона. Вот интересно, да. Значит, смотрите, никакой поддержки бизнеса. Вот у нас все говорят о поддержке бизнеса. Давайте снизим налоги. Вот. А поддерживать не надо бизнес. Бизнес разберет... Это мое частное мнение. Бизнес разберется сам с собой. Потому что, ну, мы уже приехали, понятно, но вот это что значит поддерживать? Дать нам кредит? Я не буду брать никакой кредит, потому что я не знаю, отдам я его или нет. Не буду даже под ноль процентов. Я не буду отдалживать деньги. Потому что это то же самое, что все равно ты их должен. Вот. Поэтому никакие кредиты мне не нужны. Никакая мне такая поддержка не нужна. Либо дайте денег безвозмездно, что утопично, никто этого не сделает. Либо помогите людям. Вот просто людям дайте денег, там, по 30, по 40 тысяч, чтобы им было на что жрать. Вот там девушка написала, а на что жрать. Вот так дайте людям. Неважно, работают они где-то, не работают. Просто вот всему населению дайте каждому взрослому человеку деньги и там на ребенка добавьте. Вот это поддержка. И никакой бизнес поддерживать не надо. Мне ничего не надо. Мы закроемся. Когда надо будет, откроемся. Понятно, что там заработков не будет. Все. Но это, знаете, очень хорошо сказал, как его зовут, Вася Уткин. Он сказал, что это всех посадили в тюрьму только, которые ты должен еще оплачивать. То есть все население посадили в тюрьму только за камеру, за коммуналку ты должен платить сам. То есть людей обычно сажают в тюрьму, они хотя бы не платят за это. А тут получается, что ты в тюрьме, у тебя свобода ограничена. А ты еще и должен. Еще и должен, да. Саша, давай вернемся к Майами. У Аркадия Анатольевича немножко рассказал о том, что им там понизили как-то арендную ставку. Я так и не понял, как. Он объяснил, что они платят аренду еще плюс платят налог за эту аренду государству. Ну, в Лондоне, да, я же там участвую в этом ресторане. Там есть, да, но там просто немножко другая. То есть на любой платеж там насчитывается налог. Там система налогообложения, она где-то мягче, чем у нас, а где-то хуже. Вот. И суммарно получается лучше. Вот. Но вот именно здесь, то есть, да, на арендный платеж еще насчитывается, по-моему, НДС. Вот. Поэтому, да, он абсолютно прав. И вот сейчас его сократили, но и платежи заморозили. Но я как раз думаю, что там не критично. Там люди, там есть определенная этика взаимоотношений. И я, кстати, думаю, что и здесь тоже она все равно появится. Потому что люди платить аренду за те месяцы, которые не работают, не будут все равно. Единственное, что может сделать арендодатель, их просто тупо выгнать. Но выгнать это тоже не решение для арендодателей, потому что на их место никто не придет. Ну, как-то это целое предприятие. То есть, куда его это... Часто там в собственности вещи там какие-то... Поэтому все равно, просто где-то вот я со своими арендаторами как бы по-джентльменски сразу договорился. То есть, а ты им списал полностью, аренду они платить не будут. Это не в долг. Я не понимаю, как я могу брать аренду с людей, которые в это помещение не могут зайти. Ведь когда ты берешь аренду, ты им должен предоставить помещение. Это даже чисто исходя из логики закона. Ты предоставляешь помещение, они тебе за это платят аренду. Но я помещение мне предоставляю. Потому что они им не могут пользоваться из-за объективных причин. Поэтому о какой аренде может идти речь? Ну, то есть, я не знаю. А не было ли в Лондоне... Я понимаю, что в одних проектах я арендатор, а в других арендодатель. Вот. Но, честно говоря, мы сейчас еще ведем вялые переговоры с арендодателями по ресторанам. Но нигде какого-то у нас нету такой прямо конфликта. То есть, везде можно договариваться, да? Ну, понимаешь, те рестораны, которые продолжают... Ну, веранда это наша собственность, поэтому там аренды нет. Вот. Значит, что касается ресторанов, это клево. Допустим, то есть, там, где идет доставка, мы платим какую-то аренду за то помещение... Ну, понятно, вы же работаете там. Да, мы работаем, значит, мы что-то платим. Вопрос, сколько, это предмет переговоров. Вот. Но там хотя бы есть логика. Вы работаете, значит, вы платите аренду. А там, где мы не работаем, ну, аренду никто не будет платить, только уболешенный, понимаешь? И поэтому просто он может конфликтно это решать этот вопрос, а может бесконфликтно, но по-любому. Государство в случае нашем... Друзья, я напомню, мы общаемся только пока по ресторанной тематике, так как мы из этого бизнеса и... Ну, вот там девушка или мужчина написал, не идут, значит, не идут на Кабрамис, значит, этот ресторан уйдет оттуда. Ну, к сожалению. Ну, а что, другого варианта нет? Ну, есть вот такие люди, да. Я считаю, что это подло, но, послушай, ну, сейчас время не лирики сейчас. Саша, еще вернемся в Лондон. Помимо отмененного НДС, наложили ли там какой-то мораторий вот для частников, которые сдают вот как-то помещение арендодателям, то есть не брать на законодательном уровне запретить? Нет, я думаю, честно, я, во-первых, не знаю, я, во-первых, не знаю, честно, я не занимаюсь там оперейшеном, у нас там управляющие компании, они местные, вот это лойеры, которые хорошо знают английские законы, честно, я не знаю, но, насколько я знаю, такого обязательства нет, там вообще все-таки западная демократия, то есть там не могут бизнес к чему-то обязать, и я считаю, что это вообще неправильная установка, и у нас тоже. Вы хотите помогать людям, помогайте людям, как это делает в Америке, вот у меня очень много товарищей живет в Майами, они пишут онлайн письмо, и им присылают от 500 до 900 долларов в неделю на поддержание это самое. Вот многим ландлорды, кто снимает квартиры, написали письмо, что вы освобождены на апрель от арендной платы. Но это тоже, скорее всего, жест доброй воли, это не постановление там партии правительства, понимаете, в Майамске. То есть такого нет, да? А как это все дело с бизнесом в Майами? У тебя есть же там люди, которые... У меня нет бизнеса в Майами, нет, я к ресторану Новиков в Майами не имею отношения, раньше я говорил к сожалению, сейчас говорю к счастью. Вот, но как бы я об этом мои хорошие, очень знакомые, естественно, я знаю всю ситуацию. А как обстоят, все закрыто. Нет, я имею в виду вот у них вот там с арендой, вот, то есть кто как хочет тоже, да? То есть в свободном порядке. Нет, ну там договариваются, я не слышал о каких-то конфликтных ситуациях связанных с этим. Ну, во-первых, там не надо никому платить никакую зарплату, потому что людям адресно присылают чеки по почте каждую неделю. Проблем с выживанием там не существует никаких. То есть я-то понимаю, что здесь действительно через две недели людям, даже нашим сотрудникам, просто не на что будет есть. Поэтому я-то считаю, что надо было сделать совсем не так. Надо было, может быть, ввести чрезвычайное положение и действительно все закрыть, и чтобы они не передвигались. А людям всем раздать фудстемпы, как в Америке безработным дают, это пищевые продуктовые карточки, как во время войны. Потому что ситуация абсолютно военная. Значит, дайте им карточки на продукты, дайте им карточки на медобслуживание, на аптеку. И все, и они сидят дома. Деньги, лавэ, как таковые, не нужны в этот период. Что ты будешь? Ну, там небольшие суммы, может быть, покупать интернет. Ну, хотя бы заморозить выплаты по кредитам. Банки злащадно шлюют смс-ки. Нет, заморозить коммунальные платежи. Заморозить коммунальные платежи, заморозить выплаты по кредитам, причем надолго, там, на 3-4 месяца. Вот, и все. Потому что люди, у которых бизнес... Ну, это, на самом деле, я думаю, дешевле бы обошлось для государства, чем то, что будет происходить сейчас. Потому что надежда на то, что какие-то бизнесы будут платить зарплаты, на мой взгляд, это бред сивые кобылы. То есть, либо это будет продразверстка, то есть, как бы, ну, будут просто раскулачивания, как вот, приходить к хозяевам бизнеса и уносить у них телевизор, там, машины отнимать и продавать на аукционе. Ну, конфискация. Ну, то есть, такой красный террор. Вот, это единственный способ, как заставить людей платить в здравом уме. Послушайте, ну, фонд заработной платы группы компании «Новико», вот так, между нами, месячный. Это 250-300 миллионов рублей. Чтобы вы понимали, о чем идет речь. Во всех ресторанах. Заработать эти деньги еще надо. Ну, извините, ну, какой дебил заплатит эти деньги? Ну, вы вообще, о чем, о чем можно говорить? Понятно, что там... И то вы оплатили март, как бы, убыточный. Не, март, но мы закрываем, еще не до конца оплатили, да, потому что обычно, ну, те, кто работает в ресторанном бизнесе, знают, что зарплата за март, она, в принципе, платится в апреле. И все рестораны перекрываются. Это не секрет. Это да. Но, когда речь идет о больших сетях и о больших компаниях, таких, как, там, «Бульдозер Групп», таких, как, там, «Гинза», ну, вы понимаете, как, там, «Зарьков», это тысячи людей. Какая зарплата? Ну, это... и даже само, что у правителей в голове сидит эта идея, это свидетельство того, что они просто не понимают бизнес-процессу, к сожалению. Кстати, да, друзья, которые состоят в паблике, Саша, мы с тобой в одном паблике на Фейсбуке состоим, ты наверняка тоже читаешь там посты, да, которые говорят, что... Нет, конечно, хуже. Не анастезируйте. Чем больше хозяйства, тем больнее удар. Они не понимают, что у них работает в ресторане 8 человек, а у Новикова работает в ресторанах... В группе компании «Новикова» работает 9 тысяч человек. Суммарно. 9 тысяч человек. О чем они говорят? Это совершенно разные планеты. Поэтому там группа вот этой жизни ресторанов, ну, там половина людей, просто они даже не имеют ни малейшего представления о ресторанном бизнесе в принципе, хоть у них 5 ресторанов. Они просто не понимают даже суть этого бизнес-процесса. Саша, ты наверняка читал сегодня тоже там же пост, просто вот он такой уже прям кричащий пост питерского ресторатора. Я не знаю, правда, это Александр Затули-Ветров из Санкт-Петербурга. Ты читал, да, вот я хочу процитировать, просто отсылка к тому, что, например, ситуация в стране такая, что каким-то компаниям оказалось работать все-таки можно и ходить на работу тоже можно. Человек кричит, что у нас ресторан намного больше соблюдает там, например, санитарных каких-то норм, чем в том же метро, где-то в супермаркете в каком-то... Тарас, смотри, моя позиция, что давно надо было вести чрезвычайное положение, комендантский час, войска на улице и людям раздавать адресную еду через талоны или через деньги. Лучше через талоны, это дешевле. Вот, и разрешать пользоваться медицинскими услугами, и все. И тогда, может быть, за два месяца это бы все закончилось. Поэтому говорить о том, что кому-то там можно, кому-то нельзя, это несовершенство системы. Я считаю, что надо все закрыть к ебеням, все закрыть, вести чрезвычайное положение хотя бы на месяц, хотя бы на месяц. И тогда больше шансов, что это затихнет. А вот это говорить, что там меньше в салонах, меньше заразиться, чем в автосервисе, это бред сивой кобылы. Нет, ну я к тому, что человек говорит, что вы или все закройте, объявите ЧС или ЧП, или вот, я хочу процитировать, просто что-то написал человек, просто чтобы вы понимали хриканье, отчаяние. Я просто процитирую нашим зрителям. Итак, внимание, цитата, цитата. То есть там был долгий длинный текст на эту тему, вот почему кому-то можно, кому-то нельзя. И цитата. Мы не стадо жуликов, мы тоже понимаем социальную ответственность. Я официально заявляю, это я от лица Александра Затулеветрова. Значит, я официально заявляю о намерении открыть свои рестораны 15 апреля, если до этого времени не объявят ЧС или ЧП, или что там должна объявить власть, которая по-настоящему переживает за своих граждан. И прошу неравнодушных людей последовать моему примеру. Я откроюсь под лозунгом «здесь так же безопасно, как в банках и метро». Это просто был крик души человека. Это питерские дела, колыбель трех революций. Это не имеет отношения к реальности. Мне парню жалко, я все понимаю, но это все бред. Он ничего не откроется, откроется ему дадут по голове так, что он уже никогда не откроется, поверьте. У нас карательная система. Карательная система, слава богу, это главное достижение этой страны. Ну вот, скорее всего, наверное, к этому идет. Потому что человек, я понимаю, его обиду, потому что, ну почему, кому-то... Нет, ну это я понимаю, но это, значит, вот у него две части. Либо, говорит, сделайте ЧС. Вот я только про первую часть. Сделайте ЧС. Второй части нет. Все. Все, второй части не будет. Нет, второй части не будет. Будет первая в той или иной форме. Все равно режим будет ужесточаться. Я абсолютно уверен, что в ближайшее время, поскольку с нарастанием больных, они будут, значит, ужесточать режим. Сейчас будут машины по пропускам. Потому что сегодня очень сильно разозлился мэр, увидев картинку на московских дорогах. Ну это реально, ну дебилы. Реально, ну куда ехать? Ну как, ну... То есть, и сейчас будет ужесточение. Все равно это будет скрытая форма чрезвычайного положения. Она может быть... Просто они не хотят это слово произносить, потому что тогда приходится финансовую ответственность брать на себя. Вот. Это понятно. Ну... Саш, ну в любом случае, кризис заканчивается... Вот я все пишу, сохрани эфир, поскольку я вообще... Мы сохраним, мы сохраним эфир. Я просто не знаю. Мы сохраним эфир, все будет, мы все сохраним. Ребята, эфир будет, мы им поделимся обязательно. Мы поделимся в соцсетях. Саш, любой кризис заканчивается. Это тоже когда-то закончится. Вот просто... Ну ты-то сам пойдешь в ресторан? Ну я пойду, мне же придется, я же работаю. Я, честно говоря, я же не ходил... Я не ходил последние годы в рестораны никогда, кроме своих. Поэтому у меня тут проблемы. Я так же... Мой вообще образ жизни не сильно поменялся. А в какой ресторан ты пойдешь? Ну, где выручка будет, туда и пойду. Я же... В рестораны бизнеса меня интересует только одно, поверь, уже много лет. Я просто это к тому, что все-таки... Это Боря Зарьков, который считает, что это искусство. Я не считаю, что ресторанный бизнес – это искусство. Это... Я считаю, что это просто бизнес. Один из... Саша, я тоже смотрел этот эфир. Искусство... Наверное, Боря Зарьков, он просто молчал. А Ком, он внизу вот был, это Ком сказал, что вот мы не можем доставлять искусство. То есть такую еду, как у Зарькова, мы не можем доставлять. Это все равно, что доставить там картину из Эрмитажа. Ну, отлично. Я не обсуждаю действия конкурентов и товарищей. Нет, я просто тоже смотрел на этот... Кстати, 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 относительно помощи, ему задали вопрос, как правительство действует в сложившейся ситуации в Швейцарии. Да, по-моему, он в Швейцарии находится. Я не смогу. Да, в Швейцарии. Значит, он объяснил это так, что вы сегодня пишете e-mail, что вы там средний бизнес, малый и средний бизнес, и вам завтра присылает на счет просто 500 тысяч франков. Без процентов, без ничего, сроком на 60 месяцев. То есть это 5 лет. То есть через 5 лет. Скажи, такая мера, например, могла бы, вот кого-то спасти бы в России, вот такая вот, например, мера, что через 5 лет ты можешь отдать эти деньги? Нет, ничего, это долговая яма, ничего никого не спасет. Никто не может, я не знаю, как в Швейцарии, здесь никто не может гарантировать доходы будущих периодов. Никто даже... Ну, пойми, во-первых, кризис в нашей стране начался не с приходом к коронавирусу, он был и до него. Просто он был такой, с которым мы могли как бы справиться, мы к нему уже привыкли. Мы вообще живем в состоянии перманентного кризиса, начиная примерно с 2008 года, с 2009. Вот, он немножко волнообразный, иногда отпускает, иногда прижимает. В 2014 году хлопуснуло так, как многие страны сейчас от коронавируса. Вот, было, и там из-за украинских событий. Вот, и вот сейчас, когда начало только немножко выправляться это, вот, но кризис было. Во-первых, там с одной нефтью эта история что стоила без коронавируса. Вот, а сейчас это системный кризис, то есть это не только связано с эпидемией. Вот, проблемы в нашем бизнесе не связаны, вот правильно, кстати, девушка, не знаю, девушка или нет, плохо вижу, что вирус, наоборот, помог пацанам скрыть все проблемы. То есть это называется семь бед, один ответ. То есть сейчас можно сказать, ну, ребят, надо затянуть пояса, как вы держитесь там. Все плохо, это не мы, это вирус. Пришла большая беда, но беда-то была, может быть, не такая большая, но она уже была. Вот, в принципе, в Москве, там, если говорить про рестораны, я абсолютно уверен, что 50% ресторанов было нерентабельным, как минимум 50%, может быть, даже больше. Мы это все знаем. Мы работаем с тобой, как раз и очень часто подписываемся, вытаскивать убыточный ресторан. Это да. Как промоутеры. И это именно, да, понятно, что... И не всегда получается, и затраты большие, и потом печально, это все надо закрывать просто, и все. Поэтому сейчас это просто осиновый кол уже такой конкретный. Поэтому говорить о прогнозах, ну, это смешно. Ну, это, знаешь, какие-то проекты, которые, знаешь, нести тяжело и бросить жалко. Ну, да, нет, но когда какие-то деньги есть с других проектов, то это можно все поддерживать. Сейчас этого не будет. То есть я абсолютно знаю несколько ресторанов, которые уже не откроются в нашей системе. Уже не откроются ни в июне, ни в июле, ни в сентябре. Просто никто даже не будет пытаться их открыть, потому что их давно надо было закрыть, так дело прошлое. Ну, как Аркадий Анатольевич сказал, с той же «Сиреной» не мог. Ну, много, много «Сирена» для него, это как бы первый ребенок, первенец, да, поэтому он несет какое-то сакральное для него значение. А таких ресторанов еще даже не 10, а больше. Вот, и они уже не откроются. Вот, и просто в этом смысле это такая коронавирус, это как санитар, санитар леса будет. То есть под этим мы спишем и предыдущие неудачи. То есть надо понимать, что это такой комплексный кризис. Понятно. Саша, вопрос еще. Май карантин до середины, вот там пишет Анжела 550-96, однозначно до 15 мая 100%, ну и с большой вероятностью, что до первого июня. Это в случае, если все будут сидеть по домам и никуда не выходить. Это, мне кажется, только потому что... Ну, в любом случае, будут выходить, не будут выходить, карантин все равно будет. Если они будут выходить, то он может... Нет, я говорю, это минимум, если будут соблюдаться нормы. Нет, это минимум, потому что, ну, во-первых, смотрите, он до 30 апреля уже есть, потом майские праздники, на майские праздники у нас и так карантин всегда. Всегда. Да, ну, поэтому у нас много лет карантин. У нас вообще, не говоря, наша страна сильно не перерабатывала, мы же должны в этом отдавать. Поэтому... У нас вообще, друзья, у нас вообще... Карантин не совсем отличается от... не сильно отличается. У нас карантин был на Новый год у всей страны, у нас карантин был на майский. То есть это достаточно привычно. В августе у нас почти у всей страны карантин. Вот, я только хотел сказать, что у нас бизнес как-то выручки нет. А лето сейчас, лето плохо летом. Потом на Новый год есть чуть-чуть. Еще не все вернулись после лета. Потом Новый год, потом... Ну, вот сейчас раскачивается... Нет, это все уже просто, мы это все уже забыли. Сейчас никто на лето никуда не поедет, поэтому мы сейчас все изменим. Ну, тоже, кстати, плюс, возможно, проведем лето все в Москве. Это будет необычное, кстати, для Москвы. Нет, ну, единственное, что может быть, если вот так серьезно, так, друзья, всем привет. К сожалению, прервался у нас эфир. Инстаграм, я так понимаю, не дает больше часа. Нам нужно вернуть, нам нужно вернуть господина Соркина. Верните кто-нибудь, верните Соркина в эфир. Так, секунду, на Этудэй, ребята, набирайте Сашу. А то он до сих пор, наверное, еще в эфире. В том... Мы этот эфир сохраняем и переходим к следующему. Инстаграм просто, я так понимаю, дает ограничения на прямой эфир на 1 час. Поэтому ждем подключения Саши. Да, мы, к сожалению, я не знал просто. Мы не так часто делаем прямые эфиры, поэтому теперь уже будем знать. Было такое предположение, что только на час. К сожалению... Ага, так, Саша, секунду, секунду, секунду. Ага, добавляю. Так, ожидания. Сейчас, сейчас. Саша, да, привет. Предупреждать, предупреждать надо. А я говорю, набирайте Сашу. Я продолжаю разглагольствовать. Я говорю, наберите кто-нибудь с Оркина, потому что он еще... Не-не, все нормально, все, я по новому. Оказывается, Инстаграм ограничивает это всего часа. Ну да, да, я уже все понял. Да, на чем мы остановились? Вот что-то ты начал так рассказывать. Я уже забыл. Ладно, хорошо. Ребят, напомните, на чем оборвался эфир. Напомните, пожалуйста, на чем оборвался эфир. Нет, я вот начал говорить про ресторан... А, я сказал, что единственное, что можно спасти, поскольку останется там порядка 50% ресторанов, то возможно, что те, которые выживут, они, в общем, заберут себе людей, которых все-таки будут прирастать, может быть, месяцами, годами. Вот, но, так сказать, может выручка перераспределиться, и они более-менее могут как бы выживать. То есть есть такая версия, но она опять оптимистичная. Какие рестораны закроют? Ребят, ну мы не знаем, как бы, но премиум-сегмент, пару ресторанов каких-то останутся, потому что кто-то напродавал масок и санитайзеров, и явно придет тратить деньги куда-то. Это, мне кажется... Нет, как в любом кризисе появятся деньги перераспределяться, они же никуда не денутся. Конечно. То есть многие люди разбогатеют, очень многие люди купят активы за... Ведь упадут активы, упадет недвижимость, и будут покупать люди, которые в кэше, будут покупать огромное количество предприятий, бизнесов, и создавать опять рабочие места. То есть это все, я надеюсь, что жизнь продолжается. Вопрос, что на это могут уйти и годы, может уйти и месяцы. Саша, хотел задать тебе вопрос, вот как профессионалу, смотри, вот половина заведений останутся просто пустые, туда просто не вернутся арендатели и владельцы этого бизнеса. Не сложится ли такая ситуация? Я не знаю, это просто как бы моя фантазия. Сейчас я отвечу, там девушка Иванова, какой ресторан любимый. Или в Москве у меня любимый ресторан Новиков, который в Ридскалдинг, Карлтоне, однозначно. Это самый вкусный для меня ресторан вообще, честно говоря, может быть даже в мире. Вот, так что приходите, там всегда будет Саша. Нет, я там, кстати, я говорю, это бывает. Там даже с моей 50% скидкой дорого, он дорогой. А теперь уж точно. Вот, я продолжу мысль. Останется очень много свободных и практически готовых бизнесов, которые там люди вкладывали деньги, но, к сожалению, они просто к ним уже не вернутся туда. Они будут покупаться на дне, значит, сейчас, уже сейчас, уже сейчас есть предложение по покупке ресторана за смешные деньги. Там 5 миллионов рублей, готовый ресторан под ключ, 3 миллиона рублей, 6 миллионов рублей. Они уже есть. Я вот с господином Пинским разговаривал, он мне сказал, что уже есть, уже продают люди, потому что ничего больше у них не осталось, и это будет расти, это будет расти. Поэтому, в принципе, будет идти перераспределение. Потом они будут как-то заполняться, это безусловно. Я хотел, вот, к чему я хотел, я задать хотел вопрос, не появится ли на рынке громадных таких сетей, вот еще, вот как, там, Новиков групп, там, Рапопорт, Зарькова, это... Не будет ли вот такого кто-то из сетей, из крупных уже существующих, но они же никуда не денутся, за бесценок скупят еще кучу ресторанов, и у всех сразу выстрелит, там, вот, у Новикова, там, 100, там, ну, к примеру, там, 150, я не помню сколько, а станет, там, 300, например, или это... Ну, те, у кого есть кэш для этого, они могут увеличиться. Это вполне возможно, но это нормально, это, как бы, нормальный послекризисный процесс. Я не считаю себя крупным бизнесменом, чтобы делать какие-то прогнозы. Это надо говорить с какими-то представителями финансового, скорее мира, там, вам лучше взять интервью с тем, кто занимается слиянием и поглощением, они в этом разбираются. Андреас правильно пишет, гастромонополия. Я занимаюсь мелким и средним бизнесом всю жизнь, про это я тебе могу рассказать. А это уже, это уже серьезно. И вполне возможно, что появятся какие-то большие структуры, которые за бесценок могут купить существующие проекты. Потому что какая-то цена у них есть даже в режиме, то есть это для нас он закроется. Если сейчас придет какой, вот у нас есть ресторан, который мы готовы закрыть и уйти, а если придет какой-то человек и за него даст хоть, там, 5 миллионов рублей, то мы с удовольствием его продадим. Там одно оборудование стоит в три раза дороже. Вот, Саш, вопрос от музыкантов. Очень сильно волнуются музыкант и переживает. И что теперь, спрашивают многие, куда нам податься? Кавер-бэн очень сильно волнуется. Ну вот для меня, да, для меня это большая проблема, потому что это, честно говоря, это было мной придумано 2 года назад, как такой помощный, такой частный бизнес, ИП, а превратилось в довольно серьезное. Там у нас уже стали такие приличные обороты, потому что много площадок. Мы только за декабрь месяц, я помню, цифра меня потрясла, я сделал 121 концерт за декабрь месяц. Ну вот. Вот, да, это уже, это прям уже совсем индустрия. Вот, и мне очень жалко, и ребята были все, работали, и как бы хорошо у нас все это двигалось. И это пострадало уже сейчас, и вот это не восстановится еще долго. Потому что даже если рестораны откроются, то веселые вечеринки в них, ну дай бог, по пятницам будут. То есть такого, как мы делали концерты, начиная со вторника по воскресенье, там на многих площадках, говорится, со среды, это, я думаю, еще долго не вернется. Ну по пятницам, субботам уже хорошо, но мы же не можем в веселый ресторан не пригласить людей на танцы. Мы же как бы... Ну это будет все зависеть от того, сколько людей будет. Понимаешь, если их придет хотя бы 200, тогда мы можем. А если... Ну конечно, изменятся все косты, изменятся гонорары, изменятся зарплаты. То есть мы будем жить новой реальностью. К этому мы готовы, и это по ежу понятно, что будем пере... как бы переформатироваться. Саша, а есть уверенность, вот как тот же Орлов сегодня, он назвал, 100% назвал проекты, которые 100% откроются. Есть ли какая-то уверенность, какие проекты вот у вас откроются? Вот со 100% уверенностью в первую очередь. Ну, в принципе, да. Я думаю, что точно откроется Новиков, точно откроется Магадан, точно откроется Клево, точно откроется Веранда. Но они, во-первых, и сейчас работают. Те, кто работают в режиме доставки, я думаю, что они откроются точно, потому что это такой... Это индикатор. Она сама по себе... Бизнеса не... Как бы в этом нет особого, но это предпосылка к возрождению, как бы, что если хотя бы... Если он даже сейчас работает, то уж когда все откроется, он точно работает. Вот. Значит, ну вот это те рестораны, с которыми я имею отношение, которые точно откроются. Еще вопрос по строящимся проектам. Это же не секрет, что у многих были проекты на разных этапах стройки. И у Новикова в том числе. Что с этими проектами? Например, у них у всех есть разные какие-то этапы. Где-то просто подписали договор, там мусор только вынесли, где-то половина, 70% готовы, а некоторые уже прям вот готовы были открыться прям в тестовом режиме, но их как бы блокировала эта вся ситуация. Ну вот все, которые на выходе, на выходе, у них, естественно, больше шансов открыться, потому что уже финансировали. У нас тоже есть сыроварня на Новой Риге, которая вот уже практически готова. стоит вот сегодня мебель туда свозили. Новый Магадан у нас. Там предмет приговоров, то есть там надо обновить условия, ту же аренду, это там новый проект, я не знаю, как это все будет, но во всяком случае с большой долей вероятности я думаю, что мы его откроем. Те, которые недостроены, рестораны, там, конечно, вопросов больше, потому что финансирование может, так сказать, исчезнуть. Даже у богатых людей может, так сказать, исчезнуть желание инвестировать дальше. Ясненько. Так, ну, друзья, если у вас есть вопросы, давайте по существу мы ответим. Людей много у нас, прямо вот во втором эфире даже больше, чем в предыдущем появилось. Задавайте вопросы. Было очень много вопросов, которые мы пропустили и не отмечали. Да, но, к сожалению, мы не могли просто следить за всеми, потому что они уходят, 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 уходят. Вот вопрос, что будет с летними площадками, формата бассейн плюс тусы. Это все будет зависеть от того, от того, когда мы, когда все откроется. То есть, если откроется в июле, допустим, да, что наиболее вероятно, то там останется всего один месяц для бассейнов и тусы, поэтому... Я думаю, некоторые отчаянные попрутся туда. Когда мы выйдем из карантина, ну, мы уже говорили, я думаю, что не раньше, в лучшем случае, середина июня при самом оптимистичном прогнозе. Кальяны вернут, разрешат. Ну, значит, насчет кальянов, насчет кальянов ситуация следующая. В принципе, и без коронавируса давно их хотели запретить. То есть, это... И в Мосгордуме часто поднимали этот вопрос. То есть, есть большое лобби, которое за кальяны, есть лобби, которое против кальянов. Поэтому это, может быть, даже не сильно связано с коронавирусом, как таковым, с эпидемией. Вот. Этот вопрос, он стоял и год назад про кальяны. У нас есть некоторые заведения, которые, где кальяны являются бюджетно образующими, брать не стану. Вот. Но боюсь, что эти заведения все равно уже не откроются, поэтому, может быть, и не так и жалко. Вот вопрос был, были ли какие-то мысли по поводу вообще новых каких-то форматов, которых раньше не было? Ну, вот я, например, становлюсь медицинским блогером на глазах. Я пока не знаю, как это капитализировать. Я в день даю порядка 4-5 интервью различным каналам, включая федеральные. Вот. Сегодня ко мне Ксения Анатольевна должна была приехать домой. Но потом все-таки я говорю, может, не надо, а то заразишься, то все у нас там дома. Вот. Она говорит, да не, на улице снимем, и уже даже номера машин прислали, а потом что-то отменили. Хотела передачу там сделать то ли для Первого канала, то ли для чего. Вот. Поэтому вот надо, если начну платить, ну вот буду рассказывать о коронавирусе, я сейчас в теме. Не боишься на Первый канал? Там начинают задавать странные вопросы, потом переклеют все, и... Не, я вообще... Мне главное, как за это получить деньги. Я вообще ничего не боюсь. Меня столько... Вот Андрей Малахов вообще сделал уникальную вещь. Он взял мой пост из Инстаграма, хотя мы с ним достаточно близко, ну, не дружим, но, в общем, приятель, скажем так. Вот. Он даже мне не позвонил, не предупредил, я случайно включил телевизор и увидел свою рожу в передаче у Малахова. Вот. Где он сделал так, что он нарезал куски, и как будто он задает мне вопросы, а я на них отвечаю. Так что... Это удаленка? Это вот как бы эффект удаленной работы? Не, ну да, но дело в том, что я об этом не знал. То есть, можно там целое... Ну, это же телевидение. Телевидение, пожалуйста, можете посмотреть. Это же телевидение. Такое впечатление, что я отвечаю на его вопросы. Так что для бизнеса очень много. Слушай, но тебе эта ситуация дала такой подъем сейчас, как бы, можно сказать, даже большой кайф. Я бы не хотел. Честно, мне такой подъем не нужно. Ну, вот такой ценой, да. Я хочу вернуть тебе то самочувствие, которое у меня было вот 12 марта, когда мне началась болезнь, потому что, честно говоря, хреново очень себя чувствую. А я к этому совершенно не привык, потому что, как я уже говорил, у меня всегда было только одно заболевание, это похмелье по субботам. И все. А в основное время я себя чувствовал очень бодрый и веселый. Сейчас не пьешь, нельзя чуть-чуть вот сортина? Да нет, нет, дело в том, что нельзя, даже в голову это не придет. Какой-то пиздец. Нет, я ем-то с трудом. Да, еще раз, а в этом прежде нет. Чья-то мать просила слезно, большими буквами донести еще раз до молодежи, что это все реально опасно. Ну, я пытаюсь, по сути, во-первых, у меня много молодежи, которые являются моими детьми, поэтому я до них регулярно донесу. Я до своего сына, когда я уже был в больнице и орал так, что прибежал дежурный врач, вот, когда он пошел куда-то тусоваться, я орал, что матом там все, вот это сын. А как я могу чужим сыновьям это объяснить? Своему долбоебу я не мог это объяснить. Сколько лет ему? Сколько ему лет? Нормальный ему лет. Я плохо, по 26 или 27. Я всегда плутаю, я всегда плутаю годы рождения своих детей, у меня проблемы. Вот, значит, ну вот после этого он сел, то есть испугался. Потому что у меня в таком состоянии в принципе редко видел, когда я орал, как подорван. Вот. Но тоже, он говорит, я в маске вышел, но они там, там у них, где он живет, у них там целая компания, его друзья, они все живут там в одном доме. И все это. Да. Так что донести трудно, донести трудно, к сожалению. По поводу здоровья, мы уже по прилету стало плохо-неплохо. Мы вначале все рассказывали, посмотрите, пожалуйста, запись, там все Александр популярно рассказывает. Еще раз, я помню, делает акцент на том, что это уже не шутки. Поэтому отнеситесь к этому, пожалуйста, с тем, они серьезные. люди, которые не могут сидеть дома в силу каких-то обстоятельств, там, может, условия не позволять. Может быть, надо деньги зарабатывать. Я это тоже понимаю. Это как раз тоже вопрос к государству, которые не... То есть, они говорят, сидите дома, но тюрьму оплачиваете сами. Как сказал... Саша, а что ты дома делаешь? Что ты, ну, целый день... у меня вот этой проблемы у меня нет вообще. Я даже не понимаю, вот это карантин. Мне это смешно все наблюдать, когда люди пересылают, посмотрите этот сериал. У меня вот ни секунды свободного времени, я бы занят больше, чем когда было до коронавируса. Потом, слушай, я столько тусовался в своей жизни, что мне посидеть две недели, три недели, месяц дома, это за счастье просто. Я об этом мечтал, о карантине я мечтал уже последние много лет, чтобы мне не надо было никуда ходить, и при этом, чтобы я ничего не пропускал. Вот сейчас это редкая ситуация. Потому что... Бойте своим желаниям. Но когда все твои друзья где-то тусуются и что-то происходит в Москве, а вот сейчас отлично сидеть дома, потому что ничего не происходит, она вот... Саша, она логична, она логична, то же самое, но наши люди сейчас не все поймут. Для меня такой проблемы нет. Более того, я сижу не просто дома, я сижу в комнате изолированной. Я, кстати, могу рассказать, почему я изолирован, ведь я уже... У меня антитела, и заразиться, и заразить я не могу коронавирусом. Но вот после как бы осложнения оно связано с тем, что легкие сейчас не восстановлены еще, и любая бактерия, самая безобидная, то есть это не коронавирус, а любая обыкновенная бактерия там... Их очень много. Которая вызывает бронхиты, там, ринита, ну, какие-то. Она может стать для меня роковой, а я опять вернусь в больницу. И вот такая ситуация. Ну, вот кашель, все. Поэтому мне врач сказал две недели носа никуда не сувать, вот можешь выйти на балкончик подышать. Вот. Ну, домашние условия мне позволяют достаточно комфортно жить в этом самом... В изоляции. Вот. Ну, это так. Ну, проблем с досугом у меня точно никаких не существует, потому что... Ну, у меня реально, во-первых, у меня какой-то был эфир сегодня с блогером канадским, вот, который меня нашел какой-то там местный какой-то какой-то блогер, ну, для русскоязычных канадцев, иногранд. Вот. Потом второй канал мы сегодня тоже записывали, опять будет какая-то передача, то ли вести. Вот. Должен был эфир первого канала быть, но они не взяли, там слишком много звезд заболело. Вот вчера была передача, пусть говорят. Да-да-да, ты говорил. Я должен был в третьем блоге в блоге там выйти, в эфир. Но там, к этому моменту, когда они со мной договаривались, тогда еще не было. А потом вышел Стас Михайлов из Коммунарки, там Бабкина, там у них столько сюжетов про селебрити, что я уже оказался, слава богу, ненучкой. Саша, люди интересуются, какие препараты сейчас пьешь, витамину, там что-то для восстановления. Ну, витамины. Мне врач со мной на связи, он мне присылает курантил какой-то, это такой, в основном, это иммуномодуляторы все. И микстурку от кашля, амбробена какой-то. Это все пост, это, ребята, это не лечение, это вам не нужно, это вам нужно будет, не дай бог, если вы переболеете пневмонией. То, что принимаю сейчас, это уже, это лечение от лечения, скажем так. Я сейчас лечусь от того, чем меня лечили. Потому что то лечение, которое дают там, оно как бы с одной стороны лечит, с другой калечит. Ну, по понятной причине. Потому что там было два препарата, которым спит лечит. Ну, чтобы вы понимали. То есть они тяжелейшие. И реально еле хожу. Ну, со мной такого никогда не было. Состояние напоминает сильнейший отходняк вот от всех дел. Только любой отходняк, он к вечеру проходит. К вечеру проходит. А тут он не проходит две-три недели. Вот представляете себе, отходняк, как продолжается две недели, это очень... Это ужас. Это ужас просто. Днем и днем и ночью. Это никому не пожелать. Так, друзья, ну и напоследок, Саша, люди очень просят традиционную пятничную рубрику, которые не были у тебя на странице, анекдот. Шаббат. А, я сегодня рассказал, да, анекдот сегодня такой был. Значит, в еврейской семье подозрение на коронавирус. Абрам Моисеевич очень взволнован, у жены причем. Ну вот, они сдали, они сдали тест, проходит там несколько дней, как положено, он звонит в лабораторию, звонит в лабораторию, говорит, здравствуйте, это Абрам Моисеевич, скажите, пожалуйста, от моей жены готов тест, я хотел узнать результат. Он говорит, Абрам Моисеевич, у нас такая ситуация, у нас такой наплыв народу, в общем, так получилось, что у нас перепутались тесты вашей жены на коронавирус и тесты на болезнь Альцгеймера. Он говорит, как это? Он говорит, ну да, и мы теперь вот не можем, ваша жена как раз попала в эту путаницу, и мы теперь не можем понять, у нее то ли Альцгеймер, говорит, то ли коронавирус. Он говорит, а что же мне делать? Он говорит, ну давайте сделаем так, вы ее, говорит, на машине отвезите километров за 5-7 от дома и оставьте там, потом быстро возвращайтесь домой, говорит, если она вернется, вы дверь ни в коем случае не открываете. Ясно. Хорошо, Саша, здоровья крепчайшего, я надеюсь, мы в скором времени сидите дома, у кого есть возможность, увидимся, не заражайтесь, и всем привет, шаббат шалом. Все, всем спокойной ночи, поправляется. А куда мне нажать, чтобы это все закончилось? Я сейчас нажму завершить, и все закончится. Давай, субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok